ее превосходительство. Ассамблея заслушает заявление его превосходительства Стефана Лофтена, премьер-министра Королевства Швеции. Я хочу попросить служб протокола проводить его превосходительство на трибуну. Я с большим удовольствием приветствую премьер-министра правительства Стефана Лофтена и представляемое слово для выступления в здании Генеральной Ассамблеи. Господин президент, уважаемые делегаты, дамы и господа, прошло 60 лет с тех пор, как Генеральный секретарь Орнда Коммершельт произносили простые слова, которые и сегодня характеризуют нашу удаленность. Я цитирую. Объединенные нации – это выражение нашей воли к изысканию синтеза между нацией и миром, для того, чтобы служить меру, путем служить нашей организацией, служить народу, служить меру. Мы никогда не забудем Дага Коммершельт, мы приветствуем новую резолюцию по расследованию обстоятельств и гибели. Но сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы его идея пожеланной солидарности продолжала существовать. Нынешний статус с бюджетами – это глобальная мирационная кризис, это глобальная ответственность, а теперь и глобальная кризис ответственности. Система ЛОН, все лидеры мира, должны объединиться для того, чтобы обеспечить беженцы, опасающиеся от войны и репрессии, безопасный, порядочный и достойный прием. Необходимо многократно увеличить число мест подоседения, расширить легальные пути миграции, во всех наших усилиях исходить из принципов отказа, права на поиск убежища. В высшей степени важно и неотложно, чтобы во всех странах Европейского Союза, людям, ищущим убежища в Европе Союзе, было обеспечено обращение в духе гуманизма, солидарности и общей ответственности за их положение. Швеция готова разделить эту ответственность. Мы занимаем первое место в Европе по числу принимаемых лиц, деливающихся убежищ, пропорционных населениях, кроме того, увеличиваем наш финансированный ВКБ, который остро нуждается в дополнительных ресурсах. Но это одна из тех прав, на которые нельзя решить в одиночке ни стране, ни региона. Поэтому мы должны решить этот кризис, это не просто наш долг, долг служения своим народом и служения миру. Чтобы решить этот кризис, необходимо положить конец ужасам степени. Международное сообщество не должно допускать ни судебные, ни сексуальные, гендерные насилия и средства, граничные с военным преступлением и преступлением против человечества. Швеция поддерживает усилия, направленные на обеспечение гуманитарной помощи народу Сирии. Мы поддерживаем инициативу специального посланника Стефана Демистурия по созданию рабочих групп с сирийским участием с целью реализации положения Женевского коммуника. Мы хотели бы, чтобы в поддержку этого процесса была образована международная контактная группа с участием ключевых фигур международного регионального уровня. И время не ждет Совета безопасности, и его основные члены должны взять на себя эту ответственность, эту кровавую бойню необходимо остановиться. Тем не менее, тем временем нельзя забывать и о других конфликтах. Особенно ребенок в секторе Газа уже пережил три войны. Необходимо вызвать мирные переговоры, чтобы государство Израиль могло мирно существовать за демократическим, предсказуемым и жизнеспособным палестинским государством. И Швеция признала государство Палестиной. Мы выступаем за более направленные отношения между двумя странами, способные открыть путь к решению конфликта на основе существующих двух государств, решение которых израильтян и палестинцы. И срок международной общественно признают нас справедливым путем мира. В Швеции тоже продолжим наращивать свои усилия по зону мира и правильными кризисами. Мы предоставляем гражданский персонал в Миссии Южном Судане, Афганистане, Либерии, Демократической Республике Конго и на Ближнем Востоке. А также мы направили наш военный персонал в институционную миссию Мали и Международную коалицию по борьбе с ИГИЛом. Мы готовы и в дальнейшем вносить вклад в работу Миссии Южном и не прекращаем следовательно направленных разработок электрины, методов поддержания мира, результаты которых предоставляются Организации Объединенных Наций. Деятельность по поддержанию мира предполагает, что мы стремимся выполнить наши обязательства продолжения, находить юридические, практические и технические решения для полного избавления нашего мира, отсущие украшающие ему 16 тысяч единиц ядового оружия, добиваться окончательного уничтожения других антигуманных видов оружия, таких как биологические и химические, и реализации положения договора о торговле оружием и бороться с распространением ЛСО, включая боеприпасы к ним. Если мы проявим нерешительность достижения этих целей, то страдать будет прежде всего человечество. Если мир — это нечто большее, чем отсутствие войны, то миротворчество — это нечто большее, чем предотвращение вооруженных конфликтов. Дефицит ресурсов, повышение уровня мирового океана, природные катастрофы, уже опоставшие жизнь женского и мужского населения в издеваемых странах. Климатические изменения могут служить мультипликатором конфликтов и создавать угрозу мира, подрывая наши шансы на достижение цели устойчивого развития. И нам нужен такой план, который перевел бы экономику на нескольких природных климатовустойчивых основ. Необходимо защитить экосистему суши и океана. И это не просто выбор, а это необходимость для нашего выживания. Поэтому мир должен договориться о справедливом амбициозном и имеющем взаимодействии соглашении на саммите в декабре, и для того, чтобы снизить рост температуры и довести его до уровня ниже 2 градусов Цельсия. И Швеция сыграет в этом свою роль. Наша цель одной из первых стран в мире, мы продали в зависимости от скопаемого топлива. В 2050 году, естественно, нет выброса парниковых газов. Мы намерены впредь оказывать помощь другим странам, увеличивать нашу долю финансированных зеленком отечественных фондов и поддерживать оптацию передачи экотехнологий на глобальном масштабе. В ближайшие десятилетия потребуется крупные инвестиции в образование, высшее образование и профессиональную подготовку наших молодых людей. Мы нуждаемся в построении справедливых обществах, где оправданный вклад со стороны имущих финансировало образование и решение возможностей для неимущих. В этом залог мира, которому просто не вправе пренебречь. И, друзья мои, это также связано с потенциалом гендерного равенства. Недопущение женщин в сферу политического управления и общественного диалога, сферу трудовой деятельности и образования, ограничение их человеческих прав, распоряжаться собственной жизнью в том числе со своим телом, репродуктивной способностью, своей сексуальной средней, что именно глобальный позор. Настало время, раз и навсегда, покончится структурами, пораждающими дискриминацию и унижение человеческого достоинства по каким бы то ни было основаниям. Настало время добиться реализации резолюции 1325 СБР, которая предоставляет женщинам ключевую роль в деле мира и государственного строительства. Настало время предоставить сексуальное насилие это один из самых разрушительных видов оружия и бороться против него в полную меру возможности международного сообщества. Новые времена требуют нового мировоззрения. Как уже сообщили мне несколько руководителей островных государств, мы не маленькие островные государства, а мы государства в Большом океане, чтобы по начальнице потенциалам мировой экономики необходимо отказаться от застарелок колониальных предрассудков и ложных дикатомий, которые делят мир на богатых, на больших и малых, север, юг, запад и восток. Нам следует приветствовать и поощрять трансформацию и расширение сферы мировой экономики за счет свободной исправливой торговли. Нам нужна политика нового глобального курса за достойный труд с тем, чтобы общим усилием, то есть, 160 миллионов покровных детей, положить конец в этом буранстве. Швеция принимает конкретные меры направлены на обеспечение политической поддержки нашей новой повестки 2030 на высшем уровне, и мы будем в дальнейшем выделять 1% ВВП на официальную помощь в их развитии. Как мне представляются слова, которые не подправляются делами, лучше вообще не произносить. Однако вызовы, перед которыми стоит международное сообщество, обнажают острую потребность в укреплении или формировании самой организационной организации. Швеция предоставляет свои средства, но мы также хотели бы способствовать реформам, мы хотели бы, чтобы ООН была более эффективной, более транспарентной и более отвечающей своим целям. Мы приложим усилия в направлении сотрудничества между ООН и региональными организациями, не в последнюю площадь с Афросоюзом. Дорогие друзья, в 2017 году исполняется 20 лет с тех пор, как Швеция последний раз заседала в Совете безопасности. В течение многих лет мы выступали на стороне тех, кто боролся за независимость и достоинство против угнетения, колониализма, апротеиды и неравенства. Теперь мы просим оказать вас доверие для того, чтобы оставить интерес средних и малых стран в роли непостоянного члена Совета и мы хотим видеть такой Совет, который бы быстро реагировал на существующие сегодня угрозы безопасности. Совет более представительный, более транспарентный, более эффективный. Реформированный Совет должен отражаться на реальности современного мира. И там, я помню, свечить адекватное представительство Африки, Азии, Лазинской Америки. Мы также поддержим усилия направлены на ограничение применения права вето. И хотя мы видим все беды мира, мы видим сверхнадежды. И соглашение по иранской иранной программе это настоящая победа принципов дипломатического решения проблем и объединения усилий во имя достижения всевышнего прогресса. Наше решение по СОРК, если они будут выполнены, так же дает возможность стать еще одной важной векой истории человечества. И предстоящий саммит по климату в Париже открывает реальную возможность, хотя и с опозданием, начать действовать. Но я надеюсь, что пока еще не поздно. Швеция полностью поддерживает все ли по решению этих задач. Международная солидарность это изглавные инструменты общего мира и процветания, и что международное сотрудничество это единственный путь воплощению этой солидарности в реальные перемены. 2015 год должен стать важной вехой с точки зрения глобального развития будущего поколения, поэтому давайте общим усилиям, будем создавать эту веку путем служения народам, служения всему миру. Спасибо.